Сейчас мы, между прочим, поговорим на очень интересную тему, как правильно делать комплименты. И на первом свидании это может быть ой, как актуально, да? И на любом, в принципе. Всегда, мне кажется. Лолита Загорулько, тренер женских практик и энергопрактик у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну что, скажите, как у нас дела вообще с комплиментами обстоят? Есть подозрение, что вот в нашей культуре не очень с этим хорошо все? Да. Ну, начнем с того, что комплименты – это все-таки форма коммуникации, которая создает особую атмосферу для общения, да? Неважно, кто их говорит, как они говорятся. Они есть прямые комплименты. Допустим, у вас сегодня роскошное платье. Ну, такое. Да, есть какой-то вот скрытый комплимент. То есть человек сказал, что это такое, и вам стало вот прям приятно, да? Вообще любая связь, она устанавливается у нас только через один орган. Через рот. То есть пока мы чего-то не проявили, очень сложно понимать, а что между нами происходит, да? Как только мы это проговорили, да, какими-то словами, вот тут уже либо мы вешаемся друг к другу, либо немножечко отдаляемся. То есть вот как только вы сказали пару слов кому-то, уже здесь все понятно, как дальше будет складываться ваше общение. Ну и, конечно, в контексте свидания это очень актуально и очень-очень важно. И, как вы правильно заметили, к сожалению, нас никто не учит коммуницировать, да, красиво, правильно, чтобы не обидеть, чтобы эта связь была вот от сердца к сердцу. То есть она не просто на уровне вот горла сказали, и все. Бывает так, что, ой, слушай, прикольная сумочка. Ну, как бы вам вроде бы ничего, и тут же все, да, забылся этот комплимент. А бывает так, что вам что-то сказали, и вот вы прям вам хорошо от этого, да, и вы чувствуете прям хорошо. То есть, во-первых, я так понимаю, какой-то посыл должен быть. Конечно, да. Прикольная сумочка, да? То есть говорить комплименты необходимо вот на уровне сердца, да, вот из этой чакры. Анахаты, да. И, конечно же, целиться тоже в сердце, да, и здесь уже мы же коммуницировать начинаем друг с другом задолго до того, как начинаем говорить слова. Слова – это вот уже оформленное такое, проявленное чувство, да, а мы же на уровне вибрации друг к другу подходим. И если это искренне, да, если вот человек, который перед вами, он для вас не просто человек, а если вы его увидели как целый космос, вот столько звезд не просто на вашем платье, а внутри, вот если вы искренне захотели этого человека увидеть как целый космос, вы представляете, вот как может развернуться ваше общение? Ну, это уже такая... Любое слово, любое слово может быть. Такая сложная стадия, вот если человек не очень к этому привык, с чего начать? Может быть, какие-то, ну, там, алгоритмы есть, на что обращать внимание? Или как нужно подать, чтобы тебя еще... Это же нужно под правильную дистанцию найти, да, чтобы не далеко и не слишком близко. Просто очень часто бывает такое, что ты мне комплектовал, что тебе что-то надо, сколько денег там... Это про то, что мы не умеем принимать. Про то, что, скорее всего, был какой-то травматичный опыт, или мы, в принципе, закрыты, да, и человек какой-то уже подозрительный, ну, нет, он мне сказал, что нет, он наверняка что-то хотел от меня, ну, и так далее. Начинается, и смотрите, что, это что говорит? Это мозг говорит. А если, допустим, ну, в контексте мужчина-женщина, да, женщина расслаблена, ей сказали приятно, и если она на уровне чувств это воспримет, она не будет думать, а зачем он это сказал, что он хотел вообще, имел в виду там, и так далее. Понимаете, это же мозг все придумывает, накручивает и так далее, устанавливает все эти барьеры и защиты. Вот очень важный вопрос, я, кстати, вот о тебе забочусь, и о всех мужчинах. Вот то, что женщины любят комплименты, и что вот любят их слышать, что вот им говорят их, это понятно вообще, ну, вот у нас так вроде бы принято. Но любят ли мужчины комплименты, и нужно ли им вообще их говорить? Ну, конечно же, конечно же, мужчины такие же люди, и иногда мужчинам даже чуть больше нужно приятных слов, да, потому что, как правило, ну, в нашей культуре мужчины воспитываются все-таки в жесткости. Им не очень много говорят приятных слов, слов одобрения, он такой в постоянной какой-то аскезе. Ну, ты же мужик, ну, что ты в конце концов там плачешь, не знаю, выпрашиваешь там, еще что-то там, да. И мальчику, ну, как правило, мамы, ну, у нас у всех почти эмоционально холодные мамы, да. Хорошо, если там был теплый контакт с матерью, и мужчина напитался всем этим, и ему вот уже это как бы, ну, сказали, и ладно. А, как правило, они, ну, человек голоден до этого. И, конечно же, мужчины любят, любят комплименты. Как нужно сделать тогда мужчине комплименты? Ну, вот точно, абсолютно точно, если мы в контексте свиданий и, как бы, зарождения отношений говорим, да, ну, точно вот ни зайка, ни котик, там, ни какие-то вот уменьшительно-ласкательные словечки для детей. Мужчине, для мужчин нужно подчеркнуть его мужественность, его статусность, его ум, его силу. Ты знаешь, ты сейчас так потрясающе сказал, ты такой умный, мне кажется, ты закончил пять университетов. Я просто без ума от того, что как ты много знаешь. Слушай, расскажи мне, пожалуйста, еще немножко, ты так увлекательно сейчас это сделал. Понимаете? Только это должно быть искренне, не наигранно, потому что наигранность мужчина всегда считает. Ну, это будет мгновенно, и, скорее всего, он подразочаруется. Ага, все понятно, все еще понятно. А когда вот, посмотрите, самое-то важное, держать фокус внимания на другом. Если я забочусь в данный момент не о себе, как я это сказал, как я это сделал, как я выгляжу, как это он воспринял, а на нем, на этом человеке, вот тогда эта коммуникация будет абсолютно точно в сердце. Мне кажется, тут надо потренироваться, потому что мы тоже не привыкли к этому. Абсолютно точно. Это коммуникация, любой коммуникации необходимо учиться. На работе, допустим, не все комплименты мы можем сделать, потому что это может действительно быть расценено, ну, каким-то... Как нынче модно, как приставание, да. Харрасмент. Да, правильное слово, которое нынче самое популярное. Харрасмент, да. Ты боишься лишний раз просто... Ну, к сожалению, смотрите, в какое прекрасное время мы живем. Сейчас очень много курсов, очень много действительно крутых экспертов и профессионалов, у которых можно поучиться переговорам, медиации и коммуникации. Это очень здорово. Надо учиться разговаривать, надо учиться делать комплименты, друзья мои. Как говорится, если хочешь что-то сказать, попробуй использовать рот. Лучше промолчать. Если нет что сказать хорошего, лучше промолчать. Валита Загорульников была у нас в гостях, тренер женских практик, энергопрактик. Спасибо вам за интересный разговор.